Добрый день. Я Семен Винокур и мы продолжаем говорить о последнем поколении. На самом деле разбирать статьи Рабаша, которые подводят к пониманию, что такое последнее поколение и что такое жить по закону любви к ближнему. Рабаш так скрупулезно, повторяясь и не думая о том, что он повторяется. В каждой статье о товарищах, о группе, о порядке собрания. Это меня вообще потрясает. Бьет в одну точку. И мы проходим порядок собрания статью. На предыдущей нашей передаче мы говорили о том, что когда просишь, надо знать, что тот, у кого ты просишь, у него это есть. И он расположен. И он добр. Такие два пункта. И вот с этим он начинает эту статью о порядке собрания. И дальше я зачитаю то, что пишет Рабаш. Рабаш пишет так. Человек должен обращать внимание на то, чтобы в то время, когда он прикладывает какое-либо усилие, не осталось оно без оплаты. Как мы просим в молитве, чтобы нам не трудиться впустую. Но когда человек идет на собрание, он должен получить там силу, чтобы имел возможность продержаться до следующего собрания. Ну, дело в том, что те силы, которые человек может сам как бы вытащить своими усилиями из себя, из окружающей природы, это не усилия правильные и не результат духовный. Духовный результат может получиться только тогда, когда он находится вместе с товарищами, связан с ними, достигает с ними общего желания. И из этого общего желания терпает свои силы. И тогда он продвигается. Не иначе. Поэтому в итоге получается, что вся его работа духовная, она происходит от силы, которую он выбирает на собраниях со своими товарищами, от собрания до собрания. Вот это, в принципе, все, что он делает между собраниями, это только лишь основано на тех силах, которые он получает на собрании. А вас не смущает вот такая фраза, что усилия, когда он прикладывает, не осталось бы без оплаты? Он должен об этом заботиться и думать, чтобы ему оплатили те усилия, которые он прикладывает. Иначе, что он будет работать бесплатно? То есть бесплатно имеется в виду без всяких видимых, ощутимых результатов? Тогда он не будет понимать вообще, работает ли он или нет. Есть люди, которые готовы делать все и как-то не задумываются о четком вознаграждении. Хотя люди несерьезные. Они считают, что это говорит о их духовности. Это говорит об их легкомысленности. И поэтому необходимо очень четко представлять себе, какие усилия вкладываешь, к чему стремишься и в чем результат. То есть, когда вы говорите, как волк под поклажей, да, как волк под ермом и осел под поклажей, да? Когда вы говорите, это не значит, что человек просто вот решил, я вкладываюсь, я не думаю об оплате, я иду, иду по этой колее. Это глупость. Глупость. Ничего в этом нет, в общем-то, похвального. То есть, человек не может не думать об оплате? Нет. По природе своей. И должен думать о какой оплате в таком случае? Вот скажите. Он должен думать о том, чтобы достичь раскрытия Творца. То есть, раскрытие в себе свойства отдачи и любви. То есть, человек с этим идет на собрание товарищей, он говорит, я иду с тем, чтобы это раскрыть. Обязательно. Иначе какой смысл для его существования? Каждый из нас должен достичь этого состояния. А что я от себя даю товарищам? Я должен об этом думать или нет? Я им даю свое участие, свои силы, свой дух. И они мне свой. И вот так вот заряжаясь от всех, каждый, когда заряжается так от всех, в итоге получается очень серьезная подпитка каждого. И может каждый производить работу за 10 рэв. И так и достигается цель. Чувствуется величие Творца через собрание товарищей. Действительно понимаются статьи Рабаша. Но всех интересует одна точка простая. Вот вроде бы складываем это в карманы величия, выходим из этого дома. И постепенно величие пропадает. Вопрос остается, и все его спрашивают постоянно. Как правильно работать с этим величием, которое получено, для того, чтобы оно продержало до следующего собрания? Да, тут он говорит, продержаться до следующего собрания. С тем, что получил. Я не думаю, что этого достаточно, если встречаешься раз в неделю. Во-первых, тут имеется в виду товарищи. Как Рабаш писал нам, то он писал для тех людей, которые каждый день собираются на уроки. Которые обсуждают кое-что до урока, после урока. У них встречаются, случаются всевозможные такие пятиминутки, что называется. Тут и там. На утренних уроках, на вечерних уроках. Иногда осуждение в середине дня. Сегодня у всех есть телефоны, так что все могут перезваниваться. Так что это не раз в неделю собрание, настоящее собрание, групповое, десятки. А это практически ежедневное. Ежедневное. По количеству звонков, по количеству часов, которые проводят люди вместе, если они правильно используют это время, это получается тысячи часов в течение года. Так что при таких количествах часов совместной работы можно преуспеть очень быстро. Надо главное правильно наполнять это время. Использовать и реализовывать его правильно. Вот этим мы и занимаемся в этих статьях. Вот интересно. Наверное, все эти средства дали специально для этого времени, потому что эго рвануло так мощно, что мы без этих средств... Эго стирает все. В соответствии с этим есть у нас всевозможные приборы для того, чтобы быть в связи, в постоянной между собой. Мы можем переписываться и посылать снимки, переговариваться. Это все что угодно. Это расстояние убирается. То есть когда-нибудь мы поймем, что именно для этого эти средства и были даны. Только для этого. Да. Мы можем видеть на экране телефона или компьютера всех моих товарищей. Я могу всю десятку видеть, разговаривать одновременно со всеми. Так что как будто мы находимся в постоянной связи физической. И на самом деле это физическая связь. Мы уже ощущаем это как нормальную связь. Расстояние не имеет значения. Так что все зависит уже от нас. Поэтому уделяется такое большое внимание качеству связи. Вот интересно. Вы нас все время бросаете с правой в левую линию, с левой в правую. То есть вы это вот сейчас говорите, а в какой-то момент говорите. Самое важное – внутренняя связь. И это единственное, что есть по большому счету. Нет, внутренняя связь – это, конечно, самое главное, но она недостаточно. Ведь ее надо поддерживать обязательно за счет нормальной физической связи. Без этого мы не сможем внутренне все время производить какие-то усилия. То есть должны быть вот эти вот точки встречи и оттуда постоянно наполнять вот этот вот… Не только точки встречи. Я должен слушать, я должен видеть, я должен понимать своих товарищей, я должен восхищаться ими, я должен завидовать им. Я должен все это воспринимать. Иначе как же я буду работать? Пойдем дальше, да? Пишет дальше Рабаш. Рабаш, поэтому должен прежде установить для себя важность собрания, а затем смотреть, что можно приобрести из этого. Как приводилось выше сказанное мудрецами, всегда прежде установит человек величие Творца, а затем обратит к нему молитву. То есть в начале собрания в речах, которыми они открываются, надо говорить о важности группы. И каждый по очереди должен постараться объяснить смысл возвышенности и важности того, что есть внутри них. И не говорить ни о чем, кроме восхваления преимуществ группы, до тех пор, пока не будет выявлена эта важность с помощью товарищей. Вот это вот постоянно вот эти вот слова, игра в эти слова и так далее, и так далее. Это не игра. Вообще надо начинать все изначально. Я существую в этом мире для чего, для какой цели, как я должен могу достичь эту цель в группе, почему в группе именно, в какой именно группе, какая работа должна быть в группе, чтобы достичь цели жизни, цели творения и так далее. То есть все надо начинать каждый раз сначала. Вот где эта цепочка работает? Вот я иду на собрание, и эта цепочка должна у меня все время, все время... Если я посреди этой цепочки начинаю себя хватать, то это не серьезная основа для духовной работы. Серьезная основа для духовной работы, почему я появился в этом мире? Ух ты, с самого начала. То есть это время. Да, конечно. Это время возобновлять. А как же я ее продолжу? С чего? То есть вы говорите... Я в этом мире существую для того, чтобы постичь творца. Постичь творца я могу только, если я соберу правильную десятку. Это желания разбитые, которые должны вместе все дать возможность его поймать, как радиоприемник ловит волну. Как я настраиваю всю эту десятку на то, чтобы поймать творца, чтобы он раскрылся там? Вот нам даются такие наводки, такие советы, как мы должны себя, как колебательный контур в приемнике, как мы должны себя настроить, чтобы обнаружить творца. То есть вы предлагаете такую подготовку и на собрание товарищей, и на урок, и по жизни вообще? Да, конечно. Я помню, как я себя так настраивал. Я считаю, что это, ну, другими словами, может быть, там, не радиоприемник, может быть, что-то другое, там, если человек не технический. Но только так, да. То есть мне нужна десятка. А для чего же я иду на собрание? Потому что я в этой десятке должен раскрыть творца. В ином и другом состоянии я его раскрыть не могу. А раскрыть творца для меня означает достичь цели жизни. Вот у меня уже есть причина, для чего я буду спешить и что-то делать. А как, значит, я должен вести себя в десятке? Исходя из этой цели. Раскрыть условия для раскрытия творца. Ну и так далее. То есть это должно быть на чувственном уровне, не на... Даже на логичном. Да, аналогично. Если у меня нет никаких чувств сейчас, я абсолютно замороженный. Бывают такие же периоды. Я снова начинаю это прокручивать, я снова иду логикой. Да, логика железная, ничего другого нет, кроме как логики. И так я привожу себя к состоянию, когда надо. Я иду и выполняю эту возможность. Она дается мне раз в неделю. Я должен на ней присутствовать. То есть тогда получается автоматически, если я довожу это до величия товарищей, с помощью которых единственное я могу достичь творца, то есть я уже... Есть у меня что получить уже от них, да? Конечно. Я уже прихожу к этому естественным путем. Я четко устремляюсь к собранию. Я знаю, что я от них должен получить. Я оттуда знаю, как я должен себя вести, чтобы впитать в себя впечатления для них такие, чтобы я мог продолжить духовное возвышение и так далее. Все настраивается таким образом. А как же? Как любой приемник. Вы говорите повторение уже. Да. Дальше идем? Ну да. И вот дальше он пишет. Тогда должны сказать, что закончили первую стадию собрания. Вот пришли к этому, как вы говорите, к логической связке. И перейти ко второй части. То есть нужно, чтобы каждый в отдельности сказал, что по его мнению, что можно сделать, какие действия совершить, чтобы у каждого в группе была возможность приобрести любовь товарищей. То есть, что каждый может сделать, чтобы обрести возможность в сердце своем возлюбить конкретно каждого в группе. И после того, как закончил второй этап предложения, что сделать ради группы, начинается новая ступень. Приведение к практическому осуществлению установленных товарищами решений. К тому, что именно необходимо сделать. Вот есть у меня важность группы. Дальше Рабаш говорит. Вообще удивительно. Вы говорили, что он человек не такой, не проявлял свои чувства явно. А здесь он... Да, да. Там он выдавал. В материалах. А здесь он выдает. Сразу говорит, не стесняясь. И вообще, что стесняться. Любовь к товарищам. Как практические. Я ее тогда достигаю. Какие практические советы в достижении любви к товарищам. Потому что не может быть. То есть в той мере, в которой ты настроен на цель, в той мере ты должен быть настроен и на средство достижения этой цели. Это любовь к товарищам. Да. Она не может быть меньше, чем ты устремляешься к цели, к любви к Творцу. Она должна быть минимум такой же. Он ничего тут не пишет про вторую часть. Про то, что должна быть какая-то ненависть. Ненависть. Ее быть не должно, если она не возникает сама. Если она не возникает сама, что это значит? Ничего не значит. Это не значит, что нет любви товарищей? Недоработка. Это точно. Мы никогда не говорим о культивации отрицательных чувств, свойств, поступков. Мы говорим только о положительных. А отрицательные возникают всегда для того, чтобы мы усиливали положительные. Несколько дней назад мы сидели на семинаре. И вот слушал товарищей, они говорили про любовь к товарищам. Я слышал, что они говорят не из-за логических цепочек, они говорят именно из чувства. То есть говорят из глубокого чувства и понимания того, что это важно, что это есть, что это их будущее, что они самоотверженно готовы идти по этому пути. Я не знаю. Меня эти такие фразы особенно не воодушевляют. Почему? Потому что сегодня сейчас они говорят о своем воодушевлении, о желании, устремлении, любовь и дружба. А мы знаем, насколько это быстро проходит и что вместо этого остается. Поэтому я не знаю, меня это не вдохновляет особенно. Я люблю, исходя из начала творения и конца творения, и где мы находимся, и как мы достигаем всего этого, из этого строить свое впечатление, воодушевление, а не из того, что говорит человек сегодня, а завтра, может быть, и нет. Да через пять минут, я не знаю сколько. Поэтому я предпочитаю, чтобы у меня было всегда такое состояние, когда я могу из него развить любовь, тягу, одобрение, величие. Но это должно все-таки основываться на мироздании, на его причине, на его цели. Тогда это действительно нечто вечное, глобальное, совершенное. А то, что говорит человек, во-первых, в моих глазах он может упасть, и, во-вторых, он сам перестает говорить так, и что дальше. То есть я все-таки... Ну, это зависит от характера человека, от его свойств. Но я лично предпочитаю, чтобы у меня всегда... Рамки были. Да, был в запасе очень серьезный такой чертеж. Начало, конец творения, путь, и как весь этот путь преодолевается с помощью группы. То есть вы как бы строите загон такой, с которого ты уже не выскочишь. Да, некуда деваться. И поэтому, о чем бы ты меня ни спросил, я всегда говорю, начнем с Адама, что он разбивается, и вот мы должны собрать его структуру обратно, вместе. Каким образом мы это делаем. От этого никуда не денешься, ты в этом находишься. Все. А теперь дальше, что же нам делать? И это не зависит от твоего вдохновения, это действительность. То есть, нахожусь я в мертвом состоянии, я начинаю снова прокручивать разбиение Адаму. Да, да, да. Да, была душа единая. Ты понимаешь, откуда это мертвое состояние, почему оно дается, и все. То есть, это не приходящее, это что-то совершенное, вечное и истинное. Это уже конкретный совет. Вот это вот как раз я слушал у товарищей, которые сидели, они говорили уже о любви в таком простом, абстрактном смысле, они говорили о том, обеличить творение, обеличить творца, о всей вот этой системе, которая работает. То есть, это как повзрослевшее состояние группы было. И вот вопрос возник такой, что как бы чувствуется другой уровень любви уже. Это действительно не поверхностное вот это вот сегодня дать, завтра нет. А все равно нету вот второй части. Для того, чтобы оставаться в точке нейтральной, нет второй части. Для того, чтобы вы говорили, что достичь творца возможно только между двух точек. Точки любви и точки ненависти. Да. Творец находится в середине между двух этих точек. Второй точки нет. На правильном сочетании между ними. Конечно, нет. Эту среднюю линию нам надо искать. У нас ее нет. Ее и в природе нет. Ее надо находить. Она постоянно ускользает и снова находить. Вы сказали, что вы предпочитаете быть в состоянии, когда перед вами система. Вот как, если у вас происходит состояние, когда чувства действительно находят так на человека, как он остается в точке, что он работает сейчас с творца, он не хочет сейчас смываться этими чувствами, а быть именно, оставаться в практической точке нейтральной и продолжать работать скрупулезно с группой, с творцом. Значит, он должен собрать все свои положительные, отрицательные мысли, свойства, качества, действия и понять, что на их правильном сочетании там строится средняя линия. Ее нет на самом деле. Это только если он ее строит и содержит ее, поддерживает ее. Иначе она сразу же исчезает. В творении существует только плюс и минус. А человек между ними должен создать такое сопротивление, нагрузку, мотор, который бы работал от этих двух полюсов. Плюс и минус. Группа — это инструмент для того, чтобы прийти к творцу, и есть свойства отдачи, творец мы называем. Как работает человек во время вот этих всех действий, собраний, как он работает с группой, понятно, а с творцом как? Есть какая-то взаимосвязь, какие-то просьбы, какая-то система отношений? — Внутренняя сила группы, когда она соединяется в правильном между собой соединении, в правильной комбинаторике, это и будет то место, где будет раскрываться свойство творца. А свойство творца, оно интересно тем, что относительно нас он раскрывается как совершенство, состоящее и из плюса, и из минуса одновременно. И вот это нам невозможно понять, только лишь когда это раскроется. — Поэтому вы говорите, что существует моя природа, и я ее не давлю, сохраняю, а над ней строите мостики любви, и это состояние существует вместе. Именно поэтому, что такого проявления творца плюс и минус все время. Это, конечно... — Это и есть средняя линия, потому что от него исходят эти две силы. — Дальше в течение двух страниц Рабаш пишет о природе человека. Просто две страницы, только об этом, как вы говорите, чтобы вернуть всех в систему, чтобы сказать, это природа, это творец. И подходит... И подходим мы... Подходим мы... — До этого. — И подходим мы вот к чему. — Человек должен быть на чеку. — Прочитай. — И потому человек должен быть на чеку всегда, когда приходит на собрание группы. А если у товарищей та цель, которую он хочет достичь, и у каждого из них есть такая часть от этой цели. И он думает, что, несомненно, если объединиться вместе всем, всем вместе, в движении к единой цели, то у каждого будет своя часть от неё, а также часть всей товарищей группы. И получается тогда, что у каждого в группе будет сила, как у всей группы вместе. — Ну да, это особенно в духовном явно видно, что если включаются друг в друга, то каждый получает сумму всех сил от остальных. И ни у кого не происходит это за счёт другого. А общая сила, которую они аккумулируют в себе, которую они объединяют, она достаётся каждому из них. Это закон духовного равновесия, духовного объединения. Очень удивительный и чудесный закон, когда каждый может распоряжаться всеми силами, всеми качествами, исправлениями, которые группа сделала. — Вот тётка он пишет, и он думает, что, несомненно, если объединиться всем вместе в движении к единой цели, то у каждого будет своя часть от неё. То есть у каждого... — Полная часть. — А, вот это. — Полная часть от неё. Потому что это объединение, оно особенно тем, что в нём находится Творец. И поэтому получается, что нет такого, чтобы у одного происходило получение за счёт другого. — И это не моя маленькая часть, а это вот это всё, вся общая, это моя часть. И у каждого она большая. Вот так каждый получает то же самое. Всё. — Да. — Это очень интересно. — Вот если вернуться на начало этой страфы. Тут написано так, что человек должен быть начеку, когда приходит на собрание. Что значит быть начеку? По отношению к кому? — Ну, для чего он пришёл, ради чего? Что он именно должен получить? Он должен чётко понимать, зачем он явился, и что он должен отдать от себя, и что получить от остальных. Собрание — это очень серьёзная работа. — Дальше говорится так. Отсюда следует, что каждый отдельно взятый член группы должен уделить пристальное внимание цели собрания. Это должно привести к ощущению, что после собрания каждый приобрёл что-то, что может вложить в свои телим ожидания. И чтобы они не оставались в состоянии, о котором сказано, а в сосуды свои не соберёшь. И каждый должен принять в расчёт, что если не сидит на собрании с особым вниманием, мало того, что потерян для самого себя, но ещё не наносит ущерб всей группе, тут Тарабаш выходит на следующую стадию. Не себе только, а ты всем наносишь ущерб. — Одновременно, да. В той мере, в которой у тебя есть возможность получить от всей группы, в той мере ты можешь не додать ей, то есть навредить всей группе. — Вот этот трепет должен быть в человеке? — Обязательно, потому что это считается его или заслугой, или наоборот, его грехом, я бы не сказал, как это сказать, но его... — Недоработка, да? — Мягкая. — Это не просто недоработка. — Ну тогда предательством слово скажем. — Ну тоже не так, это может быть совершенно неумышленно, но, в общем, или в плюс, или в минус, это всегда измеряется относительно всей группы. — То есть если я не выкладываю сейчас максимум относительно цели, относительно группы, на собрании товарищей, я ощущаю трепет, что я этим наношу вред? — Да дело не в трепете. — А что? — Дело в том, что весь положительный или отрицательный твой результат — это то, что ты от группы взял, и то, что ты в группу дал. В принципе, то, что ты от группы взял, имеется в виду, что ты внес в группу отрицательную силу, хорошую, движение вперед. И то, что ты группе дал, имеется в виду, что ты дал группе положительную силу движения вперед. То есть практически ты ничего не берешь себе, сколько ты дал в группу положительной и отрицательной силы. Вот это ты должен измерить, и это твое. То есть ты в группе существуешь, там в группе существует этот результат твоей деятельности, и он там остается. Это ты. То есть если я все время даю воодушевление группы по движению к цели, то я постоянно должен только этим заниматься и к этому вести. И где здесь вот это вот, мне очень понравилось, вы только что сказали, отрицательную. Вот это вот я никогда, честно говоря, не слышал, не обращал внимания. Отрицательную силу. Это, 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 бекор, так сказать. Критика. Это критика, это исследования всевозможные, падения. Высказанные вслух. В том числе и личные, да, да, да. Это все надо собирать вместе. Они, и отрицательные, и положительные состояния, они нужны. А положительные, только Карабаш пишет, настроение, да, вот безопасность в пути и так далее, и так далее. Водушевление. Ну и отрицательное состояние надо, надо их изучать и надо ими пользоваться. Ну, если есть отрицательное состояние, неважно, по какой причине у человека, мы говорим, если схематично, то это неправильное соотношение Келим и Света. Человек должен это принести сейчас в группу. Каким образом это привносит в группу, чтобы это было правильно? Можно правильно разбирать их, эти состояния. Ничего отрицательного нет вообще. Если ты правильно это разбираешь, то в итоге группа от этого выигрывает. Это снова вы сейчас к логической схеме пошли, да, что нет ничего отрицательного, да? Вы с этого начинаете, и дальше уже... Ну, а где же есть, если есть плюс и минус, и между ними крутится все это? Как же без минуса можно? А положительное, что положительное от группы получаем? Движение вперед. И отрицательное тоже движение вперед. Не может быть движения без положительной и отрицательной составляющих. Это мне нравится все время. Да. Вы все время это добавляете. Вы говорите, нет плохого, хорошего, нет движения без положительного и отрицательного. То есть, это практически то же самое, что вы говорите. Есть единая душа, которая разбилась. То есть, все время начинаем движение вот этого вот законов каких-то, да? Так человек должен видеть жизнь. Ну, где читать тут? Ну, вот подробно Медраж. Это подобно тому примеру, что приводится в Медраж. Медраж и двое пришли на судно, и один из них начал делать под собой отверстие вне шхуны, вне судна. Спросил его другой, зачем ты сверлишь дырку. И тот отвечает, что ты беспокоишься, я ведь под собой сверлю, а не под тобой. И первый сказал ему, глупец, ведь мы оба погибнем на этом судне. Мне всегда интересовал вопрос, они-то вместе уже плывут на этом судне. К цели они идут. Как у второго вообще возникает желание вдруг под собой делать дырку? Ну, не знаю. Дело, конечно, это ограниченная такая притча. Но, в принципе, надо всегда принимать во внимание, что ты делаешь для группы. Положительное или отрицательное действие. И в соответствии с этим можно его, только это, так, твое действие измерять. Только относительно собрания. Да? Давай, зачитай. Да, но тут есть последняя такая точка в этой статье. Порядок должен быть таким, чтобы каждый, у кого есть какое-то предложение, предложение, как практически реализовать, о чем говорили, могущее, могущее принести пользу, которое может принести пользу в любви товарищей, пусть обсуждают это. И решение должно быть принято всеми и каждым, чтобы не было никакого принуждения. Да, конечно. То есть обсуждение должно быть настолько четким, ясным и всеобъемлющим, чтобы все с ним согласились и приняли его к исполнению. Это как закон, чтобы все согласились, да? Иначе не может быть. Иначе не может быть. Если хотя бы один не согласен, нет согласия и группы нет. В внутренней работе я могу себе это представить. Если то, что я представляю, как внутренняя работа, но во внешнем, как тогда может произойти такое состояние, что все согласны, что каждый согласен? Относительно чего? Относительно вот это решение, которое группа принимает. А это что, не внутренняя работа? А какая же? Это и есть внутренняя работа. Вы делаете сейчас соединение десяти элементов, которые будут представлять собой схему, систему, в которой будет раскрываться творец. Если хотя бы один... Как же, может быть, конечно. Если один не будет согласен. Уже дырка в сосуде, как Рабаш пишет. Так выходит. Да. Вода. Ну, все, большое спасибо. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Будем продолжать дальше наши передачи «Последнее поколение». Будьте с нами. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok